здравствуйте привет подписчики зрители и все случайно забредшие на канал а также те кто доносит и не доносит ну короче все кто в этот момент включил youtube и увидел говорится мое изображение о чем сегодня поговорим тема данного видео называется как беларусь шантажирует россию как лукашенко шантажирует россию и в скобочках научились российским методом о чем речь для начала давайте поговорим либо давайте вспомним что происходило то есть идет нефтегазовый конфликт между беларусью россии но в принципе более широком понимании интеграционный конфликт когда россия пытается принудить беларусь к глубокой интеграции беларусь упирается и завтра 7 февраля возможно кто-то будет смотреть именно седьмого будет встреча путина и лукашенко когда будут расставляться частично точки над и я не думаю что это будет как говорится финально но по крайней мере это один из таких важных элемент этапов который обозначен александром лукашенко вот что он насчет этого сказал скорее всего 7 февраля это через пару дней мы встретимся с президентом путиным некий момент истины наступил мы с ним создали эти добрые отношения мы были извините за нескромность архитекторами этих отношений нам ли ломать их на исходе нашей политической карьеры естественно если мы смотрим по диспозиции сторон она не сильно изменилась то есть российская федерация не заключилась беларусью договор на поставку газа при этом цены на газ сейчас падают то есть сейчас нигде только 130 долларов беларусь платит 127 то есть в соответствии с прошлогодними им контрактами беларусь хотела бы получить меньше получить скидку но россия хотела бы выйти на долгосрочный контракт с фиксированными ценами чтобы избежать в том числе колебаний сезонных ну и среди всего прочего чтобы обеспечить себе комфортные условия с точки зрения прибыли по нефти тем более то есть ситуация с позициями сторон старая беларусь покупала российскую нефть которая шла по нефтепроводу дружба у российских компаний близких к путину то есть либо государственных либо у негосударственных игроков при этом система оплаты была такая что продавались без экспортных пошлин нефть продавалась без экспортных пошлин но зато с премией скажем так производитель нефти то есть добывающей компании премия составляла от 10 до 12 долларов на тонне не так много но как бы там ни было это определенный повышающий коэффициент причем эта система она отличалась от системой фьючерсных контрактов по которым де-факто происходит покупка которых премия не предусмотрена об этом я в принципе уже говорил в одном из предыдущих видео ссылочка будет и вверху и внизу вот но российская федерация проводит налоговый маневр то есть смысл в чем постепенно обнуляет экспортную пошлин перекладывая уплату налогов на добывающей компании то есть увеличивая налог на добычу таким образом процесс ведет к тому что российская нефть будет для беларуси по мировым ценам беларусь естественно пытается выбить компенсацию за этот налоговый маневр заявляя что это идет разрез соглашениями в том числе союзного государства и так далее но россия упирается что в принципе прогнозируемо но самое интересное если смотреть по сути спора то вроде бы спорит о деньгах от компенсации за налоговый маневр но если посмотреть бюджет республики беларусь за последние три года деньги от российского налогового маневра они в бюджет не закладывались ни в семнадцатом ни в девятнадцатом не заложены и в двадцатом году при этом 17 последняя 5 бюджет верстался профицитом то есть беларусь теоретически имеет возможности и финансово определенную подушку для в том числе повышения ставок что и происходит но на этом фоне россия прекращает поставлять нефть в республику беларусь республика беларусь заявляет о том что ну окей хорошо будем покупать в других источниках это нефть из других источников она будет естественно дороже потому что это контракт говорится сегодня на сегодня но и плюс компания гуцирева которая является другом лукашенко они свою нефть поставляют но проблема с там с группой компания гуцирева что не имеет квоту определенного российским правительством и эта квота не такая большая то есть скорее всего если будет теми же самыми темпами только до конца февраля либо до конца марта максимум они эту квоту исчерпают есть возможность есть желание продавать казахстан но тут как говорится российский посредний российский союзник вы заняли действительно интересную позицию казахи говорят ребята давайте не проблема мы нефть продадим российская сторона говорит ребята извините в нефтеправодружба мы ее не запустим вот то есть возите как хотите то есть тоже достаточно интересная ситуация но вроде бы это объясняется рыночным условием и так далее и на этом фоне еще раз повторю 7 февраля будут будет встречи но в первую очередь в том числе и по интеграционным вопросам и самое главное по нефти газовому и вот тут мы подходим к интересной интересной вещи если козыри у беларуси потому что еще раз говорю что нефть которая идет из альтернативных источников она будет в двадцатом году дороже это без вариантов дороже и в том числе мировых цен с учетом доставки потому что логистика не отработана и сделки разовые это не долгосрочные контракты с другой стороны россия в принципе рассчитывает на то что беларусам придется подзатягивать пояса и вот тут как раз таки беларусь продемонстрировала если можно так сказать умение учиться потому что за последние несколько недель прошло ну достаточно много интересных сигналов интересных событий которые но явно не слишком понравились российской федерации итак по газовому спору первое первое событие это то что но относительно старое то что республика беларусь вела дополнительная так называемый экологический налог на транспортировку нефти в первую по нефти по нефтяному вопросу на транспортировку нефти это приведет к тому что гомель транс нефтруль будет иметь основания для повышения цен на транзит российской нефти а напомню что не менее 50 миллионов тонн нефти в год идет через нефтепровод дружба вот при этом цены на транзит через нефтепровод дружба по беларусской части во многих случаях они ниже чем цены на услуги нефтепроводов принадлежащие российской транснефти на российской территории я имею ввиду на экспортных направлениях то есть но тут проблема в том что это связано между государственными договорами еще достаточно далекими разрывать которые россия не хочет и там это вначале принималось пакетом где была цена на нефть и цена на транзит но сейчас получается что де-факто там это было действительно провал белорусской сможет так сказать дипломатика когда это зафиксировали не в одном соглашении в двух разных и получилось что россия играя с соглашением по нефти она в принципе делать возможно поставить соглашение по транзиту и по увеличению цен на старых основах но то оставим как говорится в сторонке то есть есть 50 процентов налога теперь гомель транс нефть дружба будет говорить что ребята извините просто так транспортировать себе в убыток никто не будет окей пункт номер два пункт номер два этот газы вопрос лукашенко распорядился но это уже оформлено в виде нормативных актов и саммина и указ президента проанализировать и пересмотреть условия по которым белорусская газ транспортная система была продана российском газпром потому что там были соответственно определенные обязательства и с другой стороны вопрос если они не выполнены то если договор договоры прописаны правильно то принципе это может вылиться в определенная проблема для газпрома в том числе на лишение части собственности но но если вы нас пообещали за пять лет когда белтрансгаз купили вывести на внутрироссийские цены но так вы выводите зачем же вы нас обманываете притом не обманываете а думать что мы это забыли но они забыли а мы нет это пока что вилами по воде писано это очень маловероятно но дальше начинается самое интересное а дальше начинается интересная такая вещь как например ремонт нефтепровода дружба ну помним что была грязная российская нефть беларусь требовала компенсацию за ремонт нефтепровода я кстати говорил в начале года видео что скорее всего нефтепровод дружба поломается но так в принципе случилось первое такое предупреждение было в январе но оказалось что его мало и как сообщает местная пресса например сайт перший регион это сайт брестской области работы продолжаются и в том числе работы продолжают как на территории брестской области так и на территории гомельской области потому что вот например я просто приведу цитату из материала кроме того в рамках реконструкции технологических трубопроводов туров заменяют участок нефтепровода между задвижками 21 а 22 а и тройник перед задвижкой 1 а его планируют подключить 7 февраля и так вспоминаем 7 февраля это день встречи лукашенко и путина я думаю вы понимаете что если не договорятся то скорее всего с тройником что-то может может случиться но это обычно как говорится вещь при ремонтах то есть тройник российского производства скорее всего он сделан плохо некачественно придется ждать замены но соответственно в этот момент эта ветка работать не будет само собой вот мне сейчас господа из-за поребрика из территории российской федерации скажет ой так это же понимаете вот совсем не не рыночно это понимаете не честно но в таком случае вот почему я в начале видео сказал что принципе беларусь учится у российской федерации я приведу две скажем так историю двух трубопроводов один нефть один газопровод оба случились с участием российской федерации итак в начале 2009 год апрель месяц происходит взрыв на газопроводе ведущим с территории туркмении в российскую газотранспортную систему ми туркмении объявил что виноват газпром точнее газпром экспорт который резко ограничил отбор газа из трубопровода в результате избыточного давления просто разорвал газопровод причем уже не на территории туркменистана на территории узбекистана россия отрицала все эти скажем так обвинения в мае министр энергетик россии заявил что идут переговоры между компаниями газпром и туркменгаз о возобновлении прокачки в ремонте газопровода и так далее тому подобное что спор носит исключительно хозяйственный характер но это было 19 в девятом году сейчас 19 как вы думаете за 10 лет что-то изменилось нет естественно нет почему потому что девятый год апреля девятого года разгар мирового кризиса снижение потребления природного газа снижение цен на природный газ и конкуренции виде туркменского газа для россии не была нужна от слова совсем кроме того туркменистан был одним из поставщиков газа на территории украины и помню что в тот же самом момент российская федерация она проводила скажем так процесс принуждения украины к заключению нового газового контракта то есть такая вот интересная схема интересно совпадение но как бы там ни было будем считать что-то вдруг случилось просто совпадение 2010 год 2010 год конфликт между республикой беларусь и российской федерации по поставкам нефти и тут возникает интересная ситуация с нефтепроводом полоск венспилс который принадлежит латвийско-российская компания латрос транс ну сами понимаете эта компания в принципе там более 30 процентов принадлежит транс нефти российской и вдруг объясняя экологическими рисками эта компания без предупреждения откачивает из нефтепровода технологическую нефть причем самое интересное что отрицает что это нефть белорусская хотя нефть была туда закачана по договорам 92 93 годов то есть на заре независимости обоих государств и латрос транс заявляет что там был договор уже прекративший существование юридического лица с белорусской стороной то есть нефть неизвестно чья белорусы подают в суд нефтепровод естественно использовать без технологической нефти потому что он заполнен инертным газом уже невозможно и вот он так простаивает и в тот момент напомню решался вопрос снова таки о поставках альтернативной нефти из других регионов и одним из вариантов рассматривался поставка до вецпилса потом реверсом на территорию белоруссии на науковский нпз естественно если не сейчас кусок нефтепровода без технологической нефти прокачать это невозможно вот но и сейчас судебные иски продолжались более восьми лет в конце концов восемнадцатом году уже скажем так один из судов латвийских обязал лат ространс компенсировать суммарно около 68 миллионов евро белорусской стороне то есть это стоимость самой технологической нефти плюс стоимость судебных издержек и вот тут начинается самое забавное дело в том что лат ространс это компания которая осуществляет поставки нефтепродуктов на экспорты и на российский рынок и в семнадцатом году ее оборот составил всего лишь 10 миллионов евро а прибыль 1,7 миллиона то есть таким образом в случае если компании необходимо будет выплатить 60 миллионов даже на протяжении несколько лет компания де-факто будет банкротом и на этом фоне беларусь в принципе может претендовать на часть акции этой компании либо же просто на ее раздел то есть по крайней мере выведение актива ну например тот же самый нефтепровод который сейчас простаивает он простаивает с десятого года подчеркнул и передачу собственно белорусской стороне либо белорусско-латвийскому совместному предприятию почему бы нет то есть такая возможность по состоянию на сегодня есть поэтому ремонт нефтепровода дружба возвращаясь белорусской ситуации ну как бы вам сказать это это тоже удивительное совпадение во-первых но во-вторых это совпадение проходит в полном соответствии с теми уроками с в удивительных совпадений которые преподнесла российской федерации стремясь обеспечить свои доминирующие позиции на рынке нефти и газа в регионе поэтому тут говорится но показали пример в россии в беларусь решили пример изучить но далее начинается самое интересное новые вводные новые вводные это пришли буквально вчера но они они честно говоря меня заставили немножко улыбнуться и посмеяться и так вчера белорусские средства массовой информации заявляют что сети автозаправочных станций которые принадлежат российским компаниям моментом лукол газпром нефть роснефть на территории беларуси они вводят ну по крайней мере лукол точно вводил квоты на отпуск нефтепродуктов в одни руки то есть не более 100 литров в один бак почему так а потому что у них вот знаете такую ой и вдруг оказалось что не имеют сложности с закупкой нефти на белорусских нпз что на ополоске что музыке но беларусь не слишком спешит расширять квоты по импорту нефтепродуктов из российской федерации это логично своем нпз и зачем нефть из нефтепродукты из российской федерации более что свои по объемам обеспечивают полностью потребности беларуского рынка вот странно правда тут возникает вопрос а как же квот а с квотами все оказалось очень просто но поскольку например сеть автозаправочных станций лукойл она принадлежит компании лукойл которые отказываются продавать нефть республики беларусь то логика очень проста нет нефти нет бензина потому что все остальные автозаправочные станции они имеют право на топливо которое изготовлено из в том числе из нефти которая им принадлежит потому что беларусь нефть она и добывает она покупает но лукойл не поставляет извините до свидания естественно что лукойл уже собирается решать этот вопрос с чиновниками обвиняют беларусь к правительству причем представители беларусь нефти на это завели что в принципе но это бред сивы кобылы потому что нету ни одного подписанного документа которым бы вводились квоты но действительно документа подписывания это снова таки вернусь к логике то есть что такое нефтезаправочная станция беларусь нефть беларусь нефть добывает нефть на территории беларуси покупает нефть продает через свои автозаправочные станции что такое автозаправочные станции с долей капитала господина гуцириева господин гуцириев поставляет нефть в беларусь перерабатывается это нефть НПЗ ой нефтезаправочные станции получают нефтепродукты Что такое нефтезаправочные станции Лукойла? Поставки есть, поставки нет, но все, до свидания. Тем более, что это иностранные собственные. То есть им никто не запрещает, они просто в очереди стоят последними. Но учитывая, что кто-то там законтрактовал немножко больше объема, ну не хватило им, не хватило. Решить вопрос очень просто. Поставьте нефть на переработку, ради бога будете распоряжаться. И на этом фоне, то есть это получается с нефтезаправочными станциями, это достаточно сильный удар, в том числе по бизнесу и Роснефть, и Лукойла на территории Республики Беларусь. Да, естественно, это не критично для самих компаний в их объеме, но по крайней мере потерять долю рынка на рознице, это весьма неприятно. Тем более, что на эту розницу с удовольствием зайдет кто угодно, те же самолитовцы, поляки, там не проблема. Для них это будет за счастье, тем более у них есть свои источники, в том числе источники нефти. Поэтому да, для русских это вызов. Кроме всего прочего, есть еще один вызов, это все-таки сохраняющийся дельта по ценам между Уралс и Брент. И учитывая начало кризиса в Китае, то есть обвал на фондовых рынках, уменьшение запросов и потребностей в металлах, в рудах и в нефтепродуктах, то само собой, что на этом фоне уже началось небольшое проседание цены на нефть, оно будет идти дальше. И сохранение дельты между Брентом и Уралсом для русских весьма неприятно. А дельта возникает по одной простой причине, что как бы там ни было, Беларусь от 7 до 10% потребления нефти сорта Уралс, если Беларусь переходит на другие сорта, то возникает вопрос, что предложение Уралса превышает спрос на мировом рынке. Это значит, что цены должны быть меньше. Лукоил сегодня пытается решить вопрос, например, тот же самый Лукоил, перенаправив так называемые белорусские объемы, белорусский код на свои НПЗ, но просто вопрос, что далеко не все НПЗ в Российской Федерации имеют достаточно глубину переработки. То есть те, которые современные, которыми можно гордиться, но они и так загружены, как говорится, по сам экранник. То есть приходится отправлять неизвестно куда, а это уже тоже большие потери и больше процентов отходов. Соответственно, меньше выгода. Таким образом, Беларусь немножко подняла ставки, но кроме всего прочего, там есть еще отдельно по военной сфере, по гуманитарной, об этом будет отдельное видео, потому что там можно будет смеяться. Но сделаем небольшую затравочку, например, в Беларуси и власти, и оппозиция отметили очередной день рождения Тадеуша Костюшко, это национальный герой Беларуси, Польши, Литвы и Соединенных Штатов Америки. При этом снова-таки с обращением и поздравлением выступал господин Помпео, выступал господин Макея, это министр стран, делал Беларусь на совместном предприятии на родине Костюшко. Естественно, возлагали венки. Ну и тут, как бы вам сказать, у меня вызвало действительно большое такую искреннюю улыбку. Это то, что, но согласно протоколу и, возможно, согласно команде, возлагать цветы к памятнику Костюшко в Косове, ты вынужден был приехать консул Российской Федерации в Бресте. То есть там были еще раз, там были венки от американцев, от белорусского, от украинцев, от поляков. И вот этот вот российский дипломат, он вынужден был возложить цветочек к памятнику человека, который, с одной стороны, воевался за независимые Соединенные Штаты Америки, а с другой стороны, он был руководителем восстания против поглощения территории Польши и современной Беларуси, то есть Великого княжства Литовского, Российской империи. То есть он фактически, ну и я просто приведу буквально одну четверо, сходим хлопцы до Костюшки, рубать будем москалюшки. Но вот к этому Костюшки Российской империи вынужден был, скрепя зубы, возложить свинучек. Это было интересно. Но снова-таки это далеко не самое интересное в гуманитарной сфере. Но более подробно о том, что происходило в этой области и в военке, это уже чуть позже. Пока что просто смотрим на перспективы того, что по нефти. Поэтому 7 февраля очень может быть, что стороны договорятся. Еще раз повторю, что Беларусь вряд ли выйдет в 2020 году, увы, на объемы из альтернативных источников более 50% от общего объема, то есть 50% Россия сохранит. При этом альтернативные источники будут дороже. Это тактический проигрыш, но политически это более выгодно. Политически это станет уже прибыльным буквально через 2-3 года. Но на эти 2-3 года надо, как говорится, просидеть, сжав зубы. Потому что любой переход, он требует денег, он требует затрат. Легко не будет, но если сдаться России сейчас, Россия будет предлагать в том числе и демпинг. Если пойти снова-таки на 100% российские поставки, то потом соскочить с иглы будет намного сложнее. Потому что Беларусь это пыталась сделать 2 раза. 2 раза верила Москве, это в 6-м году, в 11-м. А сейчас происходит 3-й виток, но 4-й раз внешние поставщики могут Беларуси уже очень даже не поверить. Поэтому, да, шанс есть. И шанс, скорее всего, но я надеюсь, что будет использован. Потому что Россия интересное государство, ресурсов много. Но верить России и верить в слово, которое говорят российские политики, ну, как-то страшненько, как-то не слишком хорошо. Потому что Туркменистан верил, лишился экспорта в Европу, Беларусь, даже в нефтегазовой сфере. Беларусь верила, лишилась возможности импортировать из портов Балтийского моря по трубопроводам. Поэтому, ну, как говорится, доверяй, но проверяй, делай свою политику. На этом у меня все. Всего вам доброго. Счастья, радости, улыбок, успехов. Видео понравилось, лайкайте, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня на Патреоне, ибо та платная подписка, она стимулирует меня снимать все новые и новые видео. Спорьте, естественно, не верьте, потому что верить никому нельзя. Надо думать своей головой. То есть любую информацию надо проверять, в том числе и мою, которую вы услышали. Всего вам наилучшего. Удачи! Продолжение следует...